а у него вылет больше наверно да это все про ну что вот так вот неожиданно бывает машина выезжает это машина для клиента сша небольшими повреждениями мы сейчас все осмотрим все посмотрим стекло мы уже заказали пока еще не решится будет он ее себе оставлять и делать у нас проектище мы ее приведем в порядок выставить на продажу тоже рт но на выходе и еще если вы не сможете а эй челленджер мы сейчас отправляем на мойку и будем делать осмотр автомобилей он решает что-нибудь подчинить красить и вообще какая-то дальнейшая судьба у этого автомобиля решит для себя владеется я бы хотел чтобы был проект конечно с чем их там самое интересное в этой истории то что ничего могло и не произойти потому что в день когда машина приехала здесь на автовозе это я и вы не спросите как я докатился до такой жизни а я вам сейчас расскажу ладно шучу поехали дальше владелец мне написал а давай продадим ее я че так подумал естественно я был в шоке потому что мы так долго все ждали эту машину столько раз ее пытались купить на аукционе столько раз она переносилась ее приезд мы ее уже очень-очень ждали итак это челленджер 2020 года рт скотпэк white body зеленого цвета такой же как и у меня когда машина к нам приехала мы несколько были удивлены потому что на ней ну как бы эта фигня отсутствовала по моему правое пассажирское стекло но больше всего мы удивились когда на машине не было магнитолы то есть амиго там в америке такие ну как эта тачка уезжает давай мы достанем магнитола и все и пускай едет потом они вилами ее поднимали по подвеске разбили поставили упаковались и забыли пошли спокойненько сладенько спать пока машина несколько месяцев ехала в россию итак когда машина все-таки разгрузилась мы ее смотрели мы поняли что по кузову у нее есть масса замечаний единственный элемент который не требовала красок по-моему была только крыша если я не ошибаюсь возможно еще крышка багажник владелец подумал ну раз такая в янг давайте может быть ее перекрасим друзья всем привет в работу к нам в кузовной цех поступила dodge challenger это илюха с нами он больше не работает потому что отправился на разведку в штаты действительно он переехал в сша на пмж и рассказывает нам обо всех фишках нюансах и подноготный самых известных американских компаний из мира автомобилей приехал к нам прямиком из штатов соответственно состояние его оставляет желать лучшего но в принципе есть с чем работать нет есть то по-любому с чем работает по-другому приехал к нам достаточно хорошем состоянии но есть в любом случае над чем поработать соответственно мы его уже подразобрали был у нас самый большой вопрос это в крыше соответственно на крыше были некоторые заломы мы думали то что крыша ремонтировалась или производилась замена но как оказалось после разбора потолка и посмотрели и все ремонта никакого не было крыши в заводском окрасе соответственно просто был неправильно завода сделано бы штамповка из-за этого был небольшой изгиб небольшой залом сейчас это в процессе все исправляем какой объем работы вы ждет как минимум полный перекрас мы будем оставлять этот же цвет порядка там недели согласовывали с клиентом вообще будет он автомобиль оставлять или же будем делать он на продажу ну по итогу приняли решение то что он у нас остается остается у клиента будем полностью перекрашивать перекрашивать его будем с проемами опять же повторюсь цвет этот оставляем цвет клиента очень нравится можно стать обратить внимание у нас стоит челленджер который мы сами делали расширение на этом челленджере который зеленый стоит заводской обвес white body здесь соответственно не оригинальный обвес и мы его ставили устанавливали обратить внимание можно на арке как делаем и и как делает завод в принципе и так и так окей но я лично первый раз вижу как по заводскому это выглядит а и совсем забыл сказать опять же у нас это пошло такая скажем мода от сергея на рыда и сером вы его видели вот на этом челленджере на этом челленджере мы будем также повторять низ текстурного кухну текстурный пластик будем красить цвет кузова но прикольно круто получается почему бы на это тоже не повторить пока что в принципе все а так ладно сейчас говоря чуть-чуть как он снимается не снимается потом звук там подналожен да сейчас чем найду может ничего не найду что там показать людям ничего показывать я не знаю а можно ничего не говорить это лёха работает у нас 2017 года раньше он был безбашенным мотоциклистом и гонял на треке но жена запретила теперь он испытывает адреналин малярном деле окрас кузова в кэнди брашит огромного капота тонированный хром на harley это все к нему очень надо здесь не просто по сути говоря да вот это выжж нас закроет сразу на планшу чего это просто мы прикалываемся также сервис у нас итак ребята у нас в работе дочь челленджер человек пригнал нам его из штатов и захотел навести полный марафет по машине со вскрытием и со снятием краски всех швов герметик и так далее короче все полностью проверяем на предмет коррозии есть на замечательный шовчик в районе задней арочки здесь идет у нас расширение заводское очень прикольное здесь есть еще шов получается у нас отделяется наружный лист металла от внутреннего есть в районе стыка идет герметик собственно герметик мы будем удалять полностью проверять все ли там хорошо просто бывает так что снаружи все замечательно прекрасно а по факту когда снимаем герметик дам бывают очки коррозии уже начинает идти тихонечку не спеша ну собственно как бы все будем ковырять все это дело вот смотри даже видишь это голый металл где скорее всего со временем чего сбо коррозия так как машина ездила по америке и скорее всего там техасе там где зиму не бывало никогда здесь проблема не возникла но если машина поездит хотя бы одну зиму у нас здесь начнется проблема по проценту начали думать над тем какой же должен быть цвет менять и менять да давайте менять не давайте не менять давайте кэнди нет не надо кэнди мы однажды кстати говоря красили халкет в красный кэнди здесь вот ссылочка можете посмотреть даже не можете обязательно посмотрите этот проект очень интересный очень вдохновляет многих по сей день на создание новых проектов так вот когда мы приступили уже к детальному обсуждению проекта владельцы долго не покидала мысль попросить автомобиль в кэнди но мы понимали что если мы красим автомобиль в кэнди то обязательно нужно затягивать его в полиуретан мы понимаем что полиуретан это всегда шагрень и единственная пленка полиуретанная без шагрени на тот момент была от компании стек преимущественно мы работали люмаром и сантек в общем получилось очень много выбросов очень много передумывали думали надумывали машина уже готовилась машина уже там ремонтировалась вышкуривалась грунтовалась в общем все как положено и в итоге пришли к тому что цвет это классный цвет реально классный он очень идет челленджера ну и мы его практически сохранили то есть автомобиль приехал к нам зеленым и в конце этого видео он также выедет зеленым это вам такой спойлер этот прекрасный нарцисс который как бы случайно попал в кадр и случайно вставился в видеоряд наш видеограф его зовут артем артем раньше продавал люстры а в свободное время смонтировал один ролик благодаря ему изменил свою жизнь мы пригласили его на работу и и и и и и и и Чё положить? Там, адам Там, адам, да Всё, даст, там Когда я буду там ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Тёма В процессе работы мы начали обсуждать Что же ещё можно с автомобилем сделать И придумали очень красивый салон Очень такой строго стильный С интересными решениями В виде декоративных колец Вшитых в кожу В виде сухого карбона Которую мы вообще впервые в жизни не реализовывали И не знали до последнего момента Получится у нас что-то из этого или нет Народ, всем привет! Сегодня у нас 25 декабря День Полное, наверное, оно Народ, всем привет! Сегодня у меня, как обычно Целое ведро краски Зелёненькое О чём это говорит? Это говорит о том, что мы Красим снова полный облив И на этот раз у нас Додж Челленджа Крыша уже загрунтована Сейчас пойдём Класть слои базы Что так нравится? Субтитры делал DimaTorzok На самом деле Этот проект Имел ряд вызовов Для нас Как мастеров своего дела Звладелец нас Мотивировал своими Безумными В хорошем смысле Идеями И главная изюминка Этого проекта Это капот Который мы выполнили По технологии Браш Это ручная шлифовка И Фишка в том Что мы Не просто его Забрашировали Как это делается С дисками Изначально Задумка была в том Чтобы сделать его Зелёным Но Не получалось То есть Всё время Лак Заливал Все вот эти вот Рисочки И мы Ничего с этим Не могли поделать Мы несколько раз Его переделывали А Так как это Шлифовка капота Много раз Ты там тоже Не будешь этим заниматься Там просто Ничего не оставится От капота Затем Прошла идея Сделать его Тонированным Тонированным Он у нас Тоже Получился Далеко не с первого раза Но Попробовав Несколько раз Опять же Получив Бесценный опыт Потратив Кучу денег На материалы Которые Мы просто Можно сказать Слили В ведро Но в итоге Всё получилось На зависть Многим Капот Привлекает Огромное количество Внимания Поверьте Я видел Эту машину На всевозможных Тусовках Вопросов Очень много Продолжение следует Продолжение следует Второго Капота Остается Алюминиевый Оно кисляется Таркутки нельзя делать? Нет Не стоп Лёш презентует Нам результат Брашировки Огромного Капота От Дош Челленджер Дальше Мы будем Это всё Пробовать Накрывать Лаком Поставим На машину Возможно Так и оставим Круто Ну чё, Лёв? С Богом Да Сейчас будем Наносить Первый слой Ну Я называю его Отгези 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 Короче Лак для Отгези Я видел Накрывая Субтитры Мак 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 Это чё такое мокрый? Рубрика Эксперименты Кашу маслом не испортишь Кашу маслом не испортишь Кашу маслом не испортишь Не удалять Кашу маслом не испортишь Кашу маслом не испортишь Как что делать, как что наносить Вроде бы получалось Но в конечном итоге Всё оказалось не то Наш эксперимент провалился Что-то не то Вообще Ну ладно, сейчас слой 2 дадим Может наберёт яркость Ну не знаю, всё посмотрим Пока не понятно Первый слой такой Второй, третий слой Даст, понятно Получается у вас что-то или нет Или мне всё заново перешкуривать И красить в цвет кузова Обидно будет конечно Стоп трудился, я потел на 2 дня Похотел вручную Шкурил, шкурил Шкурил, шкурил Ну ладно, посмотрим Ну Как есть Равномерно Не получится наложить Вот этот лак Он весь пятнит А если набирает темноту Один хрен пятнит и плюс Браш там пропадает вообще Плюс он скапливается Где места на другой работа есть плоскость Здесь в другую переходит В одном месте он начинает Подскапливаться В любом случае как бы натягиваться И там темнится Плюс Любая микро мусоринка Что-то какое-то Что-то вот Падает При обычном окрасе Бывает просто лентарно Прогрелывается всё И никого из него Не увидишь А это всё сразу Чёрная точка такая получается Потом ты её не выберёшь Соответственно Просто даже близко Ну думаешь Я вижу что вообще Никак там ничего не выходит И так И эдак Не то что там 4 лет ошибся А просто именно Физически Я думаю При помощи лапа Админированной Краской Но он не сможет сделать Хренде наверное Может быть Может быть Ну надо пробовать Так не поймёшь Что-то надо Я говорю Пробовать Как я тогда сказал Я говорю возможно получится Ну 50 на 50 Как я и сказал сразу У меня были догадки Что такая хрень получится Но всё-таки Наверное удалось Ну да Конечно Обидно Кажется Немножко Другой результат Планировал получить Но Что есть то есть Ну так бывает Эксперимент Что-то Наверное Ну что-то Как вот эти все места Которые сдвигают Никакой там шлифок Тебе не даст Такой плюс Как эти вот Пальцы Самый лучший инструмент Что называется И как бы я хотя бы Я понял Как надо делать И меньше что-то ошибку совершать Потому что Цена ошибки Ты когда-то риску неправильно Запустил чуть Наждачка сейчас Скочила Что-то ты Оп Рыск так идёт Перед задал угол Она идёт по другим Получается Как бы камень Она точит Получается Она ярко бьёт И её Что-то перетерять Соответственно Тебе надо металл стерять А это не шпаклёвка Не грунт Соответственно Ты просто тревожь 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 Она на руки бает По потере пульса И как бы цена ошибки такая Ты просто стоишь И час перетираешь Там полчаса Это место Не ошибся Чтобы не ошибаться Нужно просто понимать Понимать И не торопиться Ну а так как бы Но это опять Кабалл-аллюминиевый С металлическим На металле Как от себя Это будет Тебе идти Не надо спать Ну ты Короче руки не опускаешь Не-не Ну если надо будет что-то Ну как бы Просто это нужно время Всё Ну и время И спокойно себя чувствовать А не торопиться Назначить там Куча работы Тебе ещё ждать Тебе надо всё успеть Не нервничать Спокойно Сидеть Пробовать Ну Пробовать Пробовать Может быть Из этого что-то получится Потому что В принципе Я особо не гейду не видно было Где ты вот смотришь Там картинки Прокачественных машин Там ещё где-то в Америке Такого вроде Никто не делался Чтобы машина вся там Вышлифованная Но помените Валкарбонов И подлаков В принципе Возможно Это что-то новое Но это точно Очень трудозатратное Однозначно И Ну Нужно двигаться Понимать Как это всё это налажилось Интересно Интересно Ну то очень трудозатратно Тебе очень Вот Казалось бы Какой-то Сидишь Хрен там плавал Чуть-то ошибся Всё До свидания Ну давай Передохни Не знаю При воскресенье Выходи Она Паспирует Всё Давай Всё получится Не грусти Ну давайте Двигать Делаем Чтоб на месте Мы стояли Ладно Приделать Короче Можно ли Мешать Оттельки Можно Короче Работа По технической части Я повторюсь Мы перебрали подвеску Заменили всё то Что требовалось Установили Установили Холодный впуск Установили Масловый ловитель Да и этим Ограничились В остальном Машина полностью Теперь Исправна И выглядит Гораздо лучше Многих Новых автомобилей Вообще в этом проекте Очень много деталей И мы Проработали Практически Каждый уголочек Этого автомобиля Про суппорта Мы тоже не забыли В стоке они имели Совершенно не подходящий Под проект Цвет Поэтому мы Позаимствовали Идею Mercedes-Benz Их цвет На тормозах Карбон-керамик Идеально Вписывался в проект Мы дополнили Его Красивыми Логотипами Челленджер Выглядит всё аккуратно Строго И очень в тему По цветам Если взглянуть На общую концепцию Проекта Лучший подсъём Лучший подсъём На связи На связи На связи Это Катя? Это Толя Ходят легенды Что первое слово Которое он сказал BMW Он действительно любит эту марку Но отлично разбирается И во всех остальных Если что-то сломалось То он решит все ваши проблемы Катя приём А пишет звук то хоть? Да у меня Ааа Шутка какой-нибудь Очень тяжёлый проект Вообще не до шуток Что на коробке 385 или 380 Куда он коробки одел? Я не знаю Всё? Нет Скажи параметры Мы заменили обычные Тормозные диски На вентилируемые Покрасили суппорта Карбон-керамик цвет С надписью Челленджер Размер диска 39 на 36 А также на автомобиле Мы поменяем Обычную заднюю тормозную систему Она здесь тоже Brembo Но диск не вентилируем На двухсуставную Вентилированную систему Тоже с 4-х поршневым суппортом Но немножко помощнее Помимо комплексного Технического Ослуживания В котором мы поменяли все Масла Жидкости Рабочие Также поменяли элементы Подвески Рулевые тяги Наконечники И шаровую Мы дополнительно Установим на автомобиль Маслоуловитель И простатку Под дроссельную заслонку А еще ранее Мы поставили на него Холодный вкус Маслоу 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 Диман Маслоу Помаши Здесь вам может показаться, что Игорь занимается какой-то фигнёй, но на самом деле он наносит керамический состав. Камеру посмотришь? Также в процессе работ пришли к тому, что стоковый выхлоп он очень красивый в плане звука, в плане тональности, но так как большинство наших гостей являются осознанными взрослыми людьми, которые уважают окружающих их, также людей, было принято решение модернизировать выхлопную систему, потому что очень часто автомобиль проживает за городом и, поверьте, когда в 6 утра тебе хочется еще чуть-чуть поспать, а у соседей заводится вот этот зверь, ощущения не очень приятные. Поэтому, дабы не раздражать своих соседей, владелец просто решил, я сделаю выхлопную систему с двумя режимами громкости. Первый, и он будет запрограммирован на постоянку, тихий режим, действительно 6.4, теперь заводится, ну как тот же, я не знаю, 3.6, не будоражит соседей, не трясется с земля, все комфортно, все культурно. Но когда едем по трассе, нажимаем аккуратненькую кнопочку и с кайфом наслаждаемся звуком атмосферного V8 на заднем приводе, где практически 500 сел. Очень удобная функция, всем рекомендуем, мы таких систем, на самом деле, с тех пор реализовали достаточно много. Это Борян. У него есть напарник и друг Колян. Вместе они делают выхлопные системы, но всю славу Боря забирает себе. За два года Боря и Коля сварили под сотню выхлопных систем в наших стенах. Всем огромный привет, с вами Борян, Фэттони и у нас почти на выдаче Dodge Challenger Скэтпак. Мы его передаем в другой отдел, на него мы сделали полную выхлопную систему. А дальше уже, а шапка не пойдет, шапка Мономаха. Женек, здорово, подожди секундочку. На него мы сделали целиком и полностью выхлопную систему. На двух резонаторах, на двух глушителях с геометрией и четырех... И четырех... Четырех... Четырех насадках. Насадка 90... Десять газовых баллонов, плюс девяносто электродов, а десять плюс девяносто... Сто миллиметров. Ну а это будет. Насадки 100 миллиметров, четыре штуки, матовые, зашли на ура. Управление здесь будет кнопкой, на ней гравировка выхлопа. Ребята ее аккуратно внедрят, будет все прям супер-пупер работать. В целом, по конфигу у меня все. Когда соберут, покатаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Чёрное лицо чистое, нет? Вырежешь... Месяц назад ты уже, наверное, полтора, то ли два был, короче, зелёный... Я его тоже весь причесал, мы его попробуем покрасить, затонировать зелёным... Но всё пошло вообще не по плану, просто ничего не получилось хорошего... Мы вынесли из этого небольшие уроки, ну и как бы теперь продолжаем дальше совершенствоваться... Теперь по какой идём мы, получается, технологии... Заволочил и капот, соответственно, тем же лаком по металлу... Всё, соответственно, перед этим причесал его весь долго и упорно... Затем вышкуриваем, запиливаем под покрас... Всё, берём... Жидкость нашу замечательную... Такую тонирующую... Рецепт не скажем... Он... Это наш рецепт... Что там его намешано в этой штуке... Но там, поверьте, не краска намешана... Вот... Что мы хотим получить? Ну, по версии нашего клиента Алексея... Подходи сюда, смотри... Вот... Вот эта дверь... Вчера я запилил вот такой вот образец... Она тоже алюминиевая, соответственно... Всё её причесал, всё сделали направление, риску... И тонировали... Ну, тонировали до того состояния, когда человеку понравилось... Вот... Он захотел более тёмную версию получить... Собственно, в принципе, вот... Если её очень сильно увеличить и приблизить... Видно хорошо риску... Но не видно вкрапления и краски... Как обычно это бывает при любой тонировке... Неважно, какой там фонарит тонируешь... Или ещё что-нибудь... Её не видно... Единственное, единственное, от чего... Ну... Мы не смогли избавиться... Я думаю, наверное, никто не сможет в ближайшее время... Какой-то... От мелких пятен... Такой, как оленёнок становится... Пятнисц, как гепард... С этим ничего пока мы не можем сделать... Ну, реально, мы не знаем, как... И мы пробовали кучу версий нанесения... И так, и всяк... По-разному... Ничего не получилось... Но... Чем ты больше... Сильнее притонируешь... Тем, в принципе, их меньше видно... Поэтому мы сделаем чуть побольше, чуть пожирнее. Как это получится на капоте, увидим в следующей серии, как говорится. Во вторник я приду, с утреца с настроением зашкурю все это дело. И к вечеру ближе затонирую. Тонируется тоже долго очень. Наносится, я даже не знаю, какое количество слоев тонировки. Потому что пистолет зажимается по максимуму, подача минимальная, давление огромное. И пошел, пошел там на дерево, короче, это посинение. Пока он не станет таким, каким он должен стать, черненьким и красивеньким. Самое что прикольное, что мы дверь на улицу вытаскивали, а она сбоку смотрится практически черный, черный как черный глянец. Но как только выходит солнце, лучи проникают и доходят до металла. Он как кэнди, эффект кэнди получается. Видно, браш становится и довольно интересно, конечно. Ну, собственно, тоже увидим все, после того, как мы покрасим капот. Третьимся на вторник. Третьимся на вторник. Третьимся на вторник. ну что мне еще похвастаться у меня наконец реально получился капот вся наша задумка реально выгорела но если честно я сильно сомневался что получится но тем не менее у нас получился капот с брашировкой и тонировкой соответственно какие у нас были трудности и мои предположения почему могло не получиться это две вещи первое это сам пинг первое это то что когда были предположения мои будем тонировать будут видны мелкие точки краски самой тонировки это первое второе пятнистость он должен был быть как гепард или там не знаю олень северный какой-нибудь но все у нас получилось мы придумали краску как это нанести все вышло вот так давайте для тех кто может быть не видел мы начнем самого начала человек захотел сделать брошированный алюминий брошировку капота и затонировать цвет машины цвет машины зеленой зеленую тонировку сделать собственно у нас ничего с этого не получилось мы решили переделать и ушли в тонированный капот плавно человек видел что существовала такая версия капота не помню как называется точно но вот с темным капотом именно были челики и вот мы решили попробовать исполнить эту систему принципе все вышло как вы видите так вот я отступил немного как у нас все это произошло соответственно всю зеленку мы смыли браш опять я переделал нанесли адгезиционный лак по металлу высушили хорошенько я все это дело подготовил под покрас хорошенько и потом соответственно занесли в камеру и начали тонировать тонировка где-то у меня заняла порядка не знаю часа полтора на меня от него не отходил просто тонировал тонировал слой за слоем слои очень были тонкие очень многое было и даже не знаю не сосчитать можно конечно попробовать на это будет ни к чему уже ну и собственно потом залачили и все ну и все да на это был бы быстро так вот на видео получается и все по факту как бы реально у меня очень много времени от него все это теперь осталось только его отполировать убрать недочеты мусоринки ну и в принципе можно защитить полиуретаном и кайфовать от общего вида машина про что мы ограничились не только капотом но также еще и заморочились над насадками выхлопа здесь был риск такой что насадки же они очень сильно греются на капоте нет такой температуры как на насадках и никто не понимал как поведет себя вообще и сам браш и тонированный лак но по прошествии поездки у нас была поездка в карелии большой выезд челленджеров и а и и и и и и и и мы вернулись в москву машина сразу же приехала на доделки к нам и мы увидели что насадки ну что называется обожглись и приняли такой очень приятный дорого выглядящий бронзовый оттенок и честно скажу я когда это увидел я захотел сделать то же самое и сделал снимает уже сейчас замолок все на самом деле они реально круто получились что мне именно нравится они не похожи что это будто кто-то взял и там покрасила они похожи больше на плана анодировку анодированный алюминий потому что это все равномерно не видно абсолютно пигмента никакого и смотрится как будто это какая-то не ручная работа реально на заводе запилили все малируют так говорят потому что туда же как-то правда там не знаю получился получилось все не буду так а выпуск там народ всем привет здравствуйте холл все и забыл сломали на внутри прокрасил прокрасить стать нормально так вот и не стыдно хоть снимать снимай крутые насадки ребятушки всем здравствуйте что у нас здесь карту как вы думаете что пара насадки выхлопа все правильно но они не совсем обычные алексей решил дополнить образ своей машины помимо капота еще в виде насадок за скажем так закончить стиле чик барин иди отсюда им дайду рассказать я мокрый и потный красавчик такого лана все это вырежу как обычно чё на чем остановись ну да заканчиваем образ автомобиля с этими замечательными брошированным насадками в стиле капота ну соответственно тот же самый тонер тот же самый оттенок все будет по кайфу и круто а теперь блин скажи почему нету подсъемов как подсъемы короче да алексей человек очень сильно про короче никого не звал все сделал в наглую втихую не подсъемов не было ничего не было мне уже за это сделали большой а то так я постараюсь так больше не делать простите меня уважаемые но ничего нового пошкурил наждачка пыль ну покрасил все готово как это договорил охапка как там дров и плов готов все погнали собственно про аудиосистему тут челленджера можно рассказать следующие вещи во-первых это анатолий он руководит отделом по установке автозвука шумоизоляции и прочего доп оборудования грамотнее специалиста в этой сфере я своей жизни не встречал даже подколоть его никак не могу так что слушаем его внимательно потому что он очень грамотно рассказывает о своих делишках про людей которые строил аудиосистему я часто забываю отметить их участие но при этом без их рук без их опыта ничего бы не выходило никогда собственно средний опыт работы сотрудников в сфере караудио в нашей компании 12 плюс лет меньше всех снижающей статистику являюсь я если 10 лет назад считал себя экспертом то сейчас работаю с людьми которые занимаются этим вопросами больше 25 лет понимаю какой я действительно благодаря их умениям благодаря их опыту получается 95 процентов случаев с первого раза удовлетворить себя в отрядности клиента в этот раз нам поправила статистику машину с первого раза нам все удалось собственно по компонентам системы на это достаточно сбалансированный набор который мы применяли уже при постройке аудиосистем даже не в пяти и не в десяти машинах данного типа собственно комплект себя включает первую очередь от аудиоинтерфейс устройство которое помогает нам снять сигнал с главного устройства также оставить работоспособными все сервисные сигналы так далее звуки сигналов парктроники заднего ухода все это остается и работает также как это работает штатной аудиосистеме аудиоинтерфейс позволяет нам снять нормальный правильный цифровой сигнал и напрямую завести его в процессорный усилитель по компонентам собственно все банально просто helix psych psx так далее процессорное усилительное устройство также отдельно используем усилитель самого сигнала gl 500 дробь 1 это то что касается усилительного звена компонентов фронтальные компоненты это сидите цель 69 это у нас использованы мидбасы это овалы используемые в доз челленджерах хорошо что они там стоят потому что собственно они позволяют закрыть весь мидбасовый диапазон с учетом использования этой модели в акустике мы можем смело утверждать то что они играют и нижнюю середину и верхнюю середину забираются так далее выполняют все возложенные его функции в двухполосной аудиосистеме также фронтальной аудиосистеме нам помогают широкополосные динамики сидите hd2 калифорнийский бренд как и мидбасы это control dispersion technology так называемый калифорнийский бренд повторюсь с лицом и главным инженером компании который в общем пришел из других именитых брендов распавшихся и собственно основал свое направление свое восприятие свое понимание постройки аудиосистем компонентов аудиосистем в моем понимании абсолютно верное мне безумно нравится эта акустика нашим клиентам тоже всех всегда устраивает тыловая акустика это коаксиальной динамики джейл модельку не вспомню в принципе это не имеет значения потому что принципе у коаксиального динамика слишком такая незаурядная задача собственно что он должен сыграть мидбасовый диапазон в верхнем регистре по сути и иметь на борту обязательно шелковый двигатель максимально близко расположенный к поверхности диффузора эти два параметра по сути позволяет практически любому динамику коаксиальному справляться своими задачами сабвуферное звено сабву усилитель я уже сказал по головки динамика традиционно для челиков нравится очень выполняет все свои функции на сто процентов отрабатывая весь нижний регистр это сабвуфер джейл двенашка с префиксом t это серия твил так далее это постки сабвуфера со схемотехникой достаточно уже полюбившийся схемотехника на неправильное слово но с конструктивом абсолютно полюбившимся и в общем-то выполняющимся свои обязанности все это вместе системе воспроизводить может по сути любая жанровая направленность отыгрывает собственно по тональному балансу абсолютно без всяких разрывов а чх все так как мы любим с правильным тембральным балансом с отличным запасом неискажаемой громкости но в общем-то и удовлетворяет в принципе запросы даже искушенных слушателей как и в нашем случае здесь единственные доработки у нас подвергся сабвуферное звено по части выносного регулятора уровня баса в итоге мы добавили выносной регулятор это действительно помогает нашим клиентам вне зависимости от характера и жанровой составляющей музыкальной части какой бы в жанр не слушали то есть музыка прописана всегда практически по-разному разных трек на разных источниках поэтому басовый регулятор просто выносной позволяет оперативно регулировать количество качество басовых составляющих нижнего регистра в аудиотракте вашего автомобиля в итоге мы его доставили и все теперь мы уже полностью были уверены в системе и в общем то и от клиента получили огромную благодарность слова признательности ну и собственно добавлю лишь только то что мы давно уже перестали ставить аудиосистемы мы уже занимаемся строительством конкретно звука есть разница в этом это в первую очередь разности подходов и собственно возможность использовать накопившийся опыт для реального построения звука вашем автомобиле обращайтесь сделаем звук и вашем автомобиле построим спасибо так работаю по корпусу у нас продолжаются вот такой у нас получается замечательный корпус здесь мы все сравняем соответственно аккуратненько у нас будет красиво снаружи смотрите как он усилен и смотрите какая толщина у него получилось динамик мы вписали заподлицо практически снаружи мы его потом перетянем и сам динамик будет защищен заводской сеточкой которая идет в комплекте к этому динамику это алеша ой я хотел сказать граф орлов он работает с первого дня основания компании даже я еще не знал о ней он прекрасно макетит и выпиливает сложнейшие формы для оформления багажников и очень придирчив к мелким деталям здесь лежать будет здесь пока непонятно пошива забит маска забит поэтому я собираю и будем узнавать куда я определить ну давай давайте так наверно скажу что в принципе у нас получился очень даже неплохо этот димас в 2017 году пришел к нам арматурщиком носил дреды и мы как раз тогда запустили направление по карбону уволив прошлого мастера мы случайно узнали что димас имеет хобби делать карбон и предложили ему развиваться в этом направлении спустя пять лет димас сам придумывают виды карбона и наши гости их заказывают понятно что технология изобретена не нами мы не создатели но повторить то что создал завод некой компании указывать не буду у нас принципе получилось это получилось очень круто брутально для такого автомобиля как челленджер это было очень классно да да это тот самый сухой карбон на котором мы рассказывали вам в начале нашего фильма и который мы покажем в конце технологию мы вам к сожалению не будем рассказывать так как у нас не получалось ничего ни с первого ни с второго ни с третьего раза мы запороли кучу материала кучу денег потеряли на этом но в конце концов мы справились и результат вам наверняка понравится слушай а у нас же были челики с кучей карбона и у них же есть вот с вот этой вот деталью проблемы и мы даже снимали сколько я помню отдельный ролик про то как эту проблему мы лечим путем ламинации карбона помнишь а помнишь где это все хранится а мы можем это суда воткнуть и прям это будет круто посмотреться и в тему тогда давай сделаем не забудешь запишешь ладно ребят давайте посмотрим это действительно интересная история и это действительно болезнь многих челленджеров и так как вот видите у нас тут целый автопарк челленджеров как видите это все в разных карбонах разные исполнения по-разному все это красиво возвращаясь к нашей проблеме отторжения алюминия с пластиком вот мы еще раз наглядно показываем как это выглядит что алюминий у нас отходит как с этой панели так и вот этой вот где у нас подстаканники размещается наверно 60 процентов автомобилей именно с этой проблемы к нам приезжают вот решение разумеется нам пришлось найти она конечно очень радикальное приходится делать отверстие сквозные пластик с алюминием и делать композитные заклепки вот в этой вот части вот они у нас механически удерживают пластик и алюминий вместе разрушить их можно только таким же механическим способом самостоятельно самостоятельного отторжения их уже невозможно проблема в принципе решена я думаю время покажет конечно машины будут ездить я надеюсь что никаких проблем с этой частью у нас никогда не возникнет вот заводским клеем несмотря что наверняка целый отдел в америке людей продумывал как же у нас будет алюминий держаться с пластиком дал трещину скажем так потому что это все отходит клей который достаточно надежный на мой взгляд с возрастом стала рассыхаться разумеется есть люди которые бы не хотели ламинировать их более чем устраивает этот внешний вид и можно прибегнуть к обычному супер клею наверное там какому-то который может это все приклеить у нас тоже есть клеевые основы достаточно хорошие дорогие которые все могут склеить но скорее всего есть такая вероятность что их постигнет та же участь что и заводской клей будет рассыхание и опять провал эти наши идеи помнишь так как ролик будет на youtube Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С зажимом для денег Сейчас карточки уходят Наличка становится в обиходе Поэтому вот такие вот эксперименты на досуге мы совершаем Здесь у нас некая матрица простейшая Собственно, на которой исполняется эта инфузия Это не ламинация, это настоящий карбон Который достаточно прочный В разных исполнениях их пробуем делать Вот кованым там так называемым Ну, разный-разный То есть я правильно понимаю, это же просто карбоновая ткань Которая вот на этой матрице сделана? Да, это карбоновая ткань, которая пропитывается смолой Которая потом под вакуумом зажаривается в печи И, собственно говоря, мы получаем достаточно прочную деталь Идеальную прочную деталь После всех работ мы, естественно, наклеили автомобиль в полиуретан Но так как произошла путаница Изначально хотели красить автомобиль в кэнди Поэтому заказали стэк без шагрени Мы стэк клеим, но не очень любим Потому что у них не очень хороший клеевой слой Но в плане глянцевости, в плане без шагрени В плане того, что он полиуретан практически без шагрени Вид, конечно, потрясающий Но произошло недопонимание Планировали мы заклеить все-таки в Сантаик или Люмар Но владелец запомнил, что, ребята, клеим в стэк Пришлось покупать рулон Ничего страшного, объемы у нас большие Мы эту ситуацию все, в принципе, разрулили Хотя было, конечно, не по себе Можешь вот так вот этим поделать? С моей этой штучкой, блин Зелененькой, вот этой вот хренью Не надо, это не фото, это видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На самом деле, завершив этот проект полностью Мы поняли, что проект дал нам большой опыт И организация работы Хотя мы уже делали подобные проекты И организация работы в условиях жестких ограничений санкционных Находить какие-то завчасти Это было просто подвиг Работать в условиях, когда курс резко с 75-ти С потом до 150-ти И как бы, если людей это не пугало А даже было выгодно То посовщики говорили Мы ничего не продадим Пока они устаканятся Пока мы не поймем, что происходит И это происходило достаточно долго И неделя гораздо больше по факту Потому что рухнула вся логистика Рухнули все планы Рухнули производство Все рухнуло Но мы каким-то чудом завершили этот проект Валерий доволен Валерий с нами по сей день Строив планы на будущие проекты Поэтому я уверен, что Этот выпуск, посвященный его автомобилю Наверное, первый Но не последний Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И что мне еще сказать И, короче, прямо сначала А то там электорат нервничает просто Итак, всем привет! Сегодня у нас на выдаче шикарный проект Подчеркну, шикарный проект Челленджеров у нас в гостях Достаточно приличного количества Но этот автомобиль полностью индивидуален Это Ян Он руководит отделом пошива салонов И поверьте, задача эта не из простых Часто живет по правилу Хочешь сделать хорошо, сделай сам От этого и страдает потом Но какие проекты выходят под его контролем? Оцените По нему проделан огромный Я еще раз подчеркну, огромный фронт работ И отдельное внимание я хочу уделить Пошиву салона в данном челленджере Данный салон пошит по эксклюзивному дизайну Который отрисовывал наш дизайнер И очень долго мы согласовывали все нюансы С владельцами автомобиля В данном автомобиле перешито абсолютно все Потолок в Алькантару, шторка в Алькантару Задняя полка тоже оформлена в Алькантару Отдельного внимания, наверное, в данном проекте Заслуживает это сидение автомобиля Владелец остановил свой выбор На старых олдскульных Порше То есть выполнена именно в такой стилистике С горизонтальными ремешками С установленными туда рюверсами Очень долго мы подбирали всю эту историю Но с данной задачей мы справились Достаточно сложная торпеда Потому что это достаточно огромный предмет Полностью перешит в кожу Центральная консоль с оформлением в Алькантару Дверные карты тоже полностью перешиты в кожу И в том числе задние обивки На этом автомобиле Что достаточно очень сложные детали Они требуют достаточно доработок Потому что с завода они идут Исключительно только в пластике Очень интересный, очень сложный проект Смотрите, наслаждайтесь А мои коллеги расскажут о работах Которые проделывали с этим автомобилем Они Друзья, всем привет! Расскажу сегодня вам О постройке аудиосистемы Шумоизоляции И, в общем-то, повышении общего уровня комфорта В данном автомобиле Итак, произведена комплексная шумоизоляция автомобиля Класса люкс Мы делаем только так, никак иначе Делаем максимум Для того, чтобы наш клиент Ощутил максимальный уровень комфорта Который можно выжать из своего автомобиля Собственно, шумоизоляцию мы и произвели Установлена аудиосистема На основе аудиоинтерфейса ПАК-41 Который позволяет снять полноценный звуковой тракт С штатной магнитолы автомобиля Процессорный усилитель Плюс сабвуферный усилитель Плюс двухполосный поканальный Фронт, плюс тыл, плюс, собственно, сабвуфер Также мы установили сюда Видеорегистратор от Blackview Топчик, самый надежный, самый стабильный Автомобиль звучит сочно Исполнитель здесь Барабанчики здесь Пианинко тут Все как должно быть в хорошем стерео Уверен, клиент, владелец, гость Будет доволен нашей работой И наслаждаться своим любимым плейлистом Установили дополнительную подсветку Ножного пространства передних пассажиров Задних пассажиров С РГБ регулировкой С пульта Со штатным управлением Через уровень яркости подсветки Заложенной в данном автомобиле изначально Все комфортно, легко управляется Никакого вмешательства в интерьер В плане дополнительных каких-то регулировок И настроек не потребовалось Пожалуй, все Передам свое слово другим коллегам По завершению всех работ Автомобиль оказался у нас в детейлинге Кстати, это Игорь Не представил вам его ранее Сейчас он опять обидится Он пришел к нам помощником Старшего мастера по детейлингу И быстро перерос его Став впоследствии руководителем отдела Знает все про современные средства По уходу за авто И регулярно спасает наших гостей От дорогостоящих перекрасов А подготовка проекта на выдачу Его коронный номер Где мы обработали керамикой Ну, все, что можно обработать Конкретно мы помыли подкапотное пространство И законсервировали Диски и суппорта обработали Тормостойкой керамикой Всю пленку на автомобиле Обработали керамикой для пленок Также все стекла обработали антидождем Разумеется, произвели уход за кожей То есть все И мы тоже обработали керамикой Все это было сделано для того Чтобы автомобиль проще отмывался То есть был эффект идеальной мойки И гидрофобила, все, что только возможно Больше блестел Больше была античность цвета Ну и дополнительная защита Закончили работы по большому проекту Dodge Challenger Это Сева У нас трудился с 2018 года Набрался опыта руководства кузовным цехом И буквально месяц назад покинул нашу команду По собственному желанию Теперь он развивает свое дело Изменилось ли у нас что-то после его ухода? Да Замена нашлась моментально Внутри команды И теперь цех работает на все 100% Сейчас вам расскажу немножко О этой машине, что мы с ней делали Ну, или проще, наверное, сказать, что мы с ней не делали В общем, мы окрасили весь кузов Весь кузов мы защитили полиуретановой пленкой Самая такая изюминка на этой машине получилась Это капот в брашит В скором времени здесь еще добавятся черные глянцевые сетки Мы их дополним Также изготовили диски Тоже по технологии брашит Окрасили суппорта Сзади у нас буквы тоже в стиле брашит под капот И букву RT мы покрасили под цвет суппортов Чтобы было небольшое сочетание Скоро у этого автомобиля еще будет второй ключ Будет сделан по индивидуальному дизайну В стиле всей машины Весь текстурный пластик мы окрасили Частично в цвет кузова Что-то в черный глянец Все вставки фар, фонарей У нас в черном глянце Вся нижняя часть у нас окрашена в цвет кузова И машина сразу выглядит совершенно по-другому Также у нас окрашены вставки капота в черном глянце Что дает такой сочности машине Ну, мне кажется, это один из самых больших наших проектов Где было уделено внимание каждому элементу А карбон в салоне мы делали сухой Ну, так он у нас называется И мы отталкивались, когда его делали от салона То, что он у нас в таком более ретро стиле И не хотелось что-то делать такое современное Над этой задачей мы тоже поработали Чтобы понять, что машине лучше подойдет Но в итоге сочетание у нас получилось Того стиля, то, что у нас пошит салон И сухого карбона, мне кажется, просто шикарно Так что смотрите Выпуск Инстаграм Телеграм Мои коллеги рассказали вам про... Это Дима В 2018 году он пришел к нам с зеленым новичком И так как мы были в безвыходной ситуации после экстренного переезда Решили дать ему шанс За 5 лет работы у нас он поднял свой скилл Пережил всех своих руководителей И однажды сказал нам А можно я попробую? После этих слов продажи оклеек выросли И мы даже расширили цех Свои работы по этому автомобилю А я вам расскажу все, что касается оклейки Весь кузов этого автомобиля мы защитили глянцевым полиуретаном Также после броширования капота Его, само собой, мы также оклеили в тот же самый глянцевый полиуретан А весь низ этого автомобиля То есть переднюю губу, пороги и задний диффузор Мы окрасили в цвет кузова И также защитили глянцевый полиуретан Подводя итог, на этом автомобиле Все забронировали глянцевым полиуретаном Глянцевым полиуретаном Если вам понравился этот выпуск Пожалуйста, не забудьте поставить лайки Поделитесь с друзьями Расскажите об этом проекте Всем своим родственникам Ваши реакции на наши видео Очень помогают нам в естественном продвижении Как вы знаете, сейчас Все ресурсы строго ограничены Ну а что будет на момент, когда этот выпуск выйдет Вообще остается только догадываться Да и даже догадываться не получится На самом-то деле Всем спасибо за просмотр С вами были Fat Tony До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Привет Нас в новый выпуск Не, херня Вот теперь я только начал снимать Дима, что ставить будешь Маслоуловитель Да А что он делает Я же тебе уже показывал Ага А, да, масло улавливает Я забыл И отдельное внимание Я хочу уделить своей работе Руководителям Эй, херня Руководителям не надо Руководителям не надо Субтитры сделал DimaTorzok Это за*** Всю пленку на автомобиле Обработали керамикой для пленок Также защитили стекла составом антидожд Также все стекла обработали антидождем Спасибо большое Блин, а где моя рация опять? Это не моя рация Вот я с удовольствием хотел бы Чтобы это была моя рация Шел и пи*** Это моя рация Да, фото Все, моя Пока У меня хорошо шла мысль Спасибо, Артем Спасибо, Юля Спасибо, микрофон Спасибо, что мы такие молодцы Мистера Контент-мейкеры Что, заново, да? Итак, возвращаясь к проблеме челленджера Вот такое вот у нас решение Все Или нет? Это титул уже, нет А мы туда идем? Ничего, все ушли Всем огромный привет Привет, с вами Барьян, Феттони Хотел сказать С***, но вы поняли Томачки, дверей, все как? А, куда выбрать? Ааа, отсюда, на тихом сейчас, туда Я на середину пойду где-то И в обратку на громком Давай, езжай Типа заезжает Леха такой идет А его полотенце Разминается Перед боем Типа Леха идет Разминается Перед боем А кто-то сзади будет полотенце Так ты понимаешь То, что не сейчас Вы еще и будут загонять Пока Потом И сейчас Можно просто Когда будем загонять А вечером Воскока В камеру Кто мне может сказать Я тебе скажу, когда Нет, говори сейчас В дырах на горе свист Куда идешь? Я хотел матернуться, а нельзя Реально круто получилось Прямо просто Они снимают Что-то А что надо говорить? Жень Я тут Секундочку Жень, а у тебя есть 3000? Давайте посмотрим Это интересно А пишет звук Помимо всех вышеперечисленных работ Мы также покрасили Суппорта в золотой цвет С надписью Челленджер Заменили тормозные диски Я не знаю Да я не знаю их На коробке 385 Или 308 Куда он коробку ехалил А, ну можно знаешь В конце титра Типа В проекте принимали участие Ну и типа знаешь Отснять всех Вот прям таких Сидят Да-да-да-да Мне кажется Прикольно будет Там Леха Маляр Дамира Ароматурщик Дима Карбонщик И они все вот так вот сидят Просто А что нет-то все здесь А вот это прикольно будет В конце, слышишь? Давай сделаем так Дима Карбонщик 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 Всем спасибо за просмотр С вами были Фаттони, до новых встреч, пока!